всем привет заключительная часть нашей трилогии которая называется его планы и действия здесь девочки сроки вы загадываете индивидуально те сроки которые вам самостоятельно хочется я не рекомендую конечно загадать очень длинные сроки но все по вашей по вашему посмотрению возможно так что если ваши отношения очень долго находятся в паузе то конечно есть смысл срок загадать чуть подольше но так как расклады я периодически такого плана повторяю то может быть есть смысл в том что мы похоже данную тему пересмотрим опять же формате трилогия здесь все также будет два варианта но сигнификацию я именно в этом раскладе делать не буду если вы попали в в это видео и не смотрели первые две части то посмотрите потому что на сигнификацию уделено достаточно много времени и в принципе вы уже и девочки которые смотрят уже третью часть я больше более чем уверена что вы уже знаете в какой вы позиции в первой во второй либо две позиции для себя вы совмещаете потому что по опыту учитаю ваши комментарии вижу что для вас и 3 когда позиции дело что первая позиция прошлое вторая позиция настоящее третье это для вас будущее и в двух позициях точно так же вы находите для себя какие-то временные этапы ваших отношений поэтому здесь два варианта да но не в сигнификации буду смотреть а первое что я буду смотреть что вы должны знать на данный момент о данном человеке либо о себе для того чтобы слушать дальше возможно будет какая-то подготовка для вас возможно вы еще дополнительно какую-то информацию для себя получите чтобы уже принимать решение в особенности если карта покажет что да мужчина готов мужчина будет действовать вот и какие-то моменты вы для себя уже будете знать начинаем с кольца как во всех других вариантах с камнем с большим центральным камнем чтобы вам видно было оракул полной луны знаю что он многим нравится мне он тоже нравится где-то читала в комментариях что вышла какая-то новая обновленная версия в два раза дороже чем данная версия но пока еще девочки не смотрела но спасибо вам за информацию я не знала что какой-то апгрейд данной колоды был и так что вы должны знать на данный момент по поводу всей ситуации что что сложилось с этим мужчиной может быть что-то о нем либо что-то о себе и так давайте смотреть данный человек любит играть на публику у него может случаться так что например его дома вы или его родные близкие попросят я не знаю там вась мне нужно чтобы ты со мной я не знаю там съездил по магазина этот вася говорит ой ты знаешь мне некогда у меня там дела или машина сломалась или на работу мне вызывают я не могу но например пришел кто-то в гости или вы где-то с друзьями и вы повторяете либо родной человек то не обязательно вы повторяйте вазь мне нужно с тобой чтобы ты со мной там связывал опять же тот же самый магазин и вася тоже скажет да хорошо давай мы с тобой договоримся не факт что это будет действительно исполненное его обещание но вот на публику этот человек любит демонстрировать себя как человеком которому можно обратиться и что он может в этой ситуации помочь не знаю насколько здесь стоит пользоваться этой манипуляции но если вы не знаете как уже человека попросить чтобы действительно не отказал здесь нужны свидетели потому что одно дело отказать человеку тет-а-тет другое дело при свидетелях даже если они не спросят почему он отказывает или почему он там не может перенести там встречу с друзьями или найти способ отремонтировать быстрее машину или без машины там такси взять даже если не попросит объяснение но все равно перед нами всегда ложится ответственность за какое-то мнение окружающих пусть она никого не волнует и пусть на мнение окружающих оглядываться не стоит потому что но это самое последнее дело жизнь то наша но данный мужчина общественное порицание ему очень неприятно для самого себя что еще здесь обязательно должны знать что у данного человека перемена настроение это абсолютно обычное дело этот человек подвержен эмоциям и очень легко попасть под горячую руку его накрутили на работе там или его накрутили там не знаю в магазине в очереди там кто-то ему сделал замечание ему не понравилось настроение испортилось а такие люди как правило на большую скажем так аудиторию отношения выяснять не будут ругаться они ни с кем не буду там перепалки не будут опять же да чтобы о нем вдруг не сказали не сказали плохо и и вот он приходит такой весь накрученный и может вылить на вас свое негативное настроение дальше негативные эмоции поэтому здесь зная вот такую характеристику человека здесь под горячую руку лучше не попадать если вы видите что хмурнее тучи настроение не очень то какие-то серьезные вопросы или выяснения каких-то нюансов лучше отложить на другой момент но в этом же заключается еще один момент если у человека настроение здесь хорошая если он в таком предподнятом расположение духа то как раз таки о чем-то попросить или посоветоваться или опять же поднять тему допустим его под конец и настроение испортится да но вы хотя бы с ним на начальных этапах поговорите вполне адекватно удивляться такой вот смене настроение не стоит здесь такой человек не знаю может быть у него там гормоны шалят потому что по мужчинам тоже есть гормоны естественно же может быть это какие-то возрастные моменты там кризис среднего возраста или еще все что касается воспитания сценарного поведения того что было в семье так что мужчина тут непредсказуемый настроение меняется быстро и испортить настроение ему довольно таки просто опять же с вами например где-то даже если вы ему что-то не приятное сказали где-то в обществе с вами он выяснять отношения не будет и если хочется сказать вот вам нужно с ним вот поругаться поссориться там или высказаться лучше старайтесь делать это в окружении каких-то людей потому что к тому моменту пока вы доберетесь до дома весь пар у него такой вот максимальный выйдет и в крайнем случае там просто выскажет там свою фи или фу вот такой здесь интересный человек пользуйтесь помощью зала да как в играх телевизионная до помощь зала то есть вот для вас помощь зала это люди посторонние там друзья но вот он две разных личности все что касается тет-а-тет с близким родным человеком с вами например и все что касается он и толпа да он и общество об этом вы должны знать в его дурном настроении ругать его бесполезно критиковать его бесполезно можете просто еще ухудшить ситуацию даже если вы будете абсолютно правы что он что-то сделал не так но видите что все состояние у него такое в котором лучше к нему естественно не подходить то и выйди действительно держите дистанцию но опять же для чего я говорю это для тех девочек которые для себя подразумевают и для себя представляют будущее с этим мужчиной к любому человеку можно найти подход даже к самому сложному но просто здесь вопрос готовы ли вы под него но немного подстраиваться это не совсем подстраиваться это здесь умение взаимодействия умение коммуницировать для того чтобы получить какие-то свои выгоды какие-то выгоды опять же не в глобальном смысле для того чтобы был хороший климат ваши отношения да здесь женщина должна быть более мудрый мудрым этого мужчину я назвать не могу потому что здесь больше такая же даже не женщина а девочка до в пубертатном периоде когда вот гормоны шалят и все она сейчас полывается через пять минут рыдает через десять минут все у нее снова все хорошо жизнь наладилась и она готова петь и танцевать такой здесь мужчина очень важно что вы должны помнить никогда с ним не ругаться не выяснять отношения не заводить серьезных разговоров если он расстроен даже если расстроен не говоря уже о том что он зол на кого-то него проблемы там какие-то неприятности лучше дождаться периода когда все утихомириться так здесь о чем вы можете этого человека хочется сказать что если он нужен вам да и все ты моя прелесть и мой мужчина моя прелесть это голым да из вас властелина колец не знаю похоже это мой самый любимый персонаж который вот такая вот безусловная любовь да вот к чему-то такому что ему нравится что он любит вот здесь вот та же самая ситуация вы можете по сути этого человека любить безусловной любовью но это в том случае если действительно вы видите что этот человек вам нужен тут мы можем даже говорить о каких-то выгодах здесь не стоит рассчитывать на то что вы расположили к себе человек человека и он вам выгоден опять же с точки зрения не быть одной да это тоже выгода да вы в него влюбились но самый большой страх это остаться одной вы можете этого мужчину заполучить выгоду опять же здесь мужчина может быть выгоден с точки зрения заработка с точки зрения социального какого-то положения но Но здесь, опять же, вы должны понимать, что если вы хотите сохранить этого человека для себя, преследуя какие-то свои собственные цели, вот именно вот эти моменты вы как никто должны учитывать, чтобы потом не было такого. Он же мне говорил, что он меня любит, он же мне говорил, что я для него там родная, единственная, а в итоге получилось так, что кто-то его там поманил, да, а между вами, да, вот мимоходом стала ситуация трансформироваться сугубо в такую вот уже. Когда вы не выбираете слов, когда вы не выбираете выражения, этот мужчина не будет женщиной, которая постоянно с ним ссорится, ругается, не выгадывая, да, вот эти вот моменты, когда он в хорошем расположении духа. И, конечно, та другая, которая, может быть, еще не знает о его нюансах, может быть, еще не знает о его характере и будет ему говорить, что он самый лучший, самый прекрасный, постоянно будет держать рот на замке, будет только поддакивать, кивать, лишний раз встревать, какие-то конфликты не будет, будет постоянно довольный, да, и давать ему возможность, прежде всего, как-то выговориться, больше будет слушать, а не наседать на него. Конечно, та женщина будет в приоритете. Здесь женщина, которая должна быть в прямом смысле за мужчиной, но женщина в любом случае должна быть такой, которую мужчина должен, захочет, да, загородить своей спиной. А именно здесь женщина должна быть видная. Любит он видных женщин, ухоженных, любит женщин, с которой можно в пир и в мир, и в добрые люди, которую не придется скрывать, потому что что-то с ее внешностью не так. Я знаю, что сейчас современный мир у нас таков, что женщины в подавляющем большинстве с собой даже мусор не вынесут, там, не, я не знаю, не одевшись хотя бы, да, там, не в домашних тапках и в мятом халате, да, с бегуди на голове, а женщина, как минимум, приведет себя в порядок. Но бывают такие случаи, когда женщина, естественно, расслабляется рядом с мужчиной. Все, меня он любит, все, он меня носит на руках, все, мне он говорит, что он меня любит любой, но обратите внимание, как мужчина смотрит на ухоженных женщин, на женщин, на которых действительно все остальные оборачиваются, и он. Вот такую женщину, которая будет мудрая, здесь я не хочу сказать, что вам придется стелиться под него, у вас же тоже есть свои выгоды, поэтому здесь вам нужно просто быть мудрой, здесь учитывать особенности мужчины, здесь вовремя задавать вопросы, либо вовремя уметь закрывать рот, и плюс быть некой иконой, неким эталоном стиля в тех рамках, которые любит мужчина. Он в любом случае может, да, при каком-то моменте рассказать, что ему нравится в женщине, что ему не нравится, и, естественно, это очень важная информация для вас, которая поможет вот его ожидания, ну, реализовать его ожидания в плане того, какую он хотел женщину видеть бы рядом с собой. В принципе, наверное, все из того, что хотелось здесь дополнить. Я надеюсь, что та информация, которую я сейчас проговорила, вы запомните. И таких людей, поверьте, встречается в этой жизни, в нашей, очень много. Мне кажется, это элементарные вещи, но порой мы о них забываем. Вот если вы будете об этом помнить, то вы не только со своим мужчиной максимально сможете найти общий язык. Почему говорю максимально? Потому что поругаться можно даже самым спокойным человеком абсолютно. Но максимально вы сможете найти. И он, почувствовав, да, что вот просто в одно единение, естественно, будет больше сосредоточен на вас. Но опять же, девочка, это при том случае, если с этим мужчиной вы действительно настроены на серьезное, на будущее. Ждать, что этот мужчина будет вкладываться в отношения. Или не ждать, я пока не знаю, да, потому что здесь нужно действительно пару, которая вместе, у которой все хорошо, чтобы посмотреть, а готов ли мужчина. Вот, поэтому смотрим теперь дальше. Его планы, намерения, да, в какой-то степени, и действия. Итак, планы. Ну, как обычно, садишься снимать расклад, и кто-то начинает сверлить. Девочки, я извиняюсь, если вам это будет мешать. Но расклад нужно снять, особенно если уже начала его, чтобы не выйти из потока. Так, планы данного мужчины на вас. Оракул светлого, ой, таро светлого провидца. Девочки, ну, план это серьезные, намерения здесь серьезные. Здесь сделать выбор и быть семьей. Сейчас, подождите. Смотрите, если здесь мужчина находится в отношениях женщины, которая является его женой, вот для себя здесь уточнила, то отношения там не очень хорошие. Здесь жизнь вдвоем, но как соседи, либо одиночество вдвоем. Недоверие друг к другу, нерадостное отношение друг к другу. Здесь ситуация, когда вот больше нервов и когда уже хочется бежать. Поэтому, если говорить, вот сделать выбор в чью сторону, здесь, девочки, в вашу сторону. Пожалуйста, я настаиваю на том, чтобы не было разочарования. Посмотрите первую часть данной трилогии, вторую часть. Первая часть – это мысли, первая часть. Вторая часть – это чувства. Если сигнификация полностью резонирует, только тогда смотрим вот это, чтобы вот этот прогноз был для вас актуальный. Потому что, по большей части, вот в первой позиции, да, вот в данном раскладе, здесь мужчина не свободный. Тут вот тоже была здесь ситуация. Но здесь все-таки мы смотрели, что вы должны знать. И я проигнорировала этот момент. Но здесь, видите, здесь Таро все-таки напомнили, что все равно здесь есть какая-то другая женщина, с которой этот мужчина как минимум делится деньгами, да, или ведется совместный бюджет, совместное проживание, живут вместе. Тянет финансово и так далее, и так далее. Поэтому здесь мужчина, намерение у него или планы его, посмотрим, что будет касаемо действий конкретных. Но здесь мужчина планирует сделать выбор. Похоже, между вами сложилась такая ситуация, что вы его оставили уже наедине, будь уж, раз ты с ней живешь, да, или раз ты там ее обеспечиваешь, будь уже с ней. И все. А я буду заниматься своей жизнью. Мужчина просто сравнил, что для него вы, а что для него та женщина, которая, ну, здесь чужая, да, здесь я не могу сказать, когда королева Пентакли в окружении отшельника и, опять же, старшей Патканы, да, и аркана Луны, чтобы сказать, что эта женщина для него вот все самое хорошее в этой жизни. Да ничего подобного, да. Это женщина, которая рядом с собой заставляет его чувствовать себя одиноким. Эта женщина разлагает, да, обстановку ту, в которой они вместе находятся. Мужчина мог, конечно, сам здесь спровоцировать такое женское поведение, но она не демонстрирует ему теплоту, она не демонстрирует ему, что ты мне нужен, что у нас все с тобой вместе. Здесь больше такое самодовольство и, ну, живешь ты и живи, да. Вот, может быть, мужчина здесь для себя намерил какой-то срок, что я еще потерплю, да, и если это не изменится, вот, мое внутреннее одиночество, мое состояние, что мне уже надоело, я уже хочу бежать, то, значит, я уже окончательно делаю выводы. Но пока здесь у мужчин планы, намерения именно такие. Здесь еще, видите, каким-то невероятным образом здесь, ну, все, что называется, но разве нельзя было по-нормальному, да, ну, почему ты не можешь, да, вот нормально что-то сделать, но мужчина здесь хочет как-то дать вам понять, да, вот, в намерениях, планирует для себя как-то все равно проявить себя в отношении вас вот здесь с хорошей стороны. Пока здесь, конечно, втайне от этой женщины, видимо, видимо, да, там ситуация не совсем такая простая, что можно прям сразу одним днем поставить точку, поэтому здесь вот намерение такое, что я хочу, я планирую, вот, обманывая ее, но проявиться к вам. Другая женщина здесь, видите, так или иначе, она все равно здесь есть, ну, некомфортно ему. Каковы еще его намерения в отношении вас? Истинные, да, вот как он понимает, что вот это я действительно смогу сделать. Или планы его, на которые он готов. Потихонечку, девочки, видите, вырваться из той западни, в которой он находится. Я не знаю, да, я не верю в ситуацию, что мужчина не может, не может уйти от той женщины, с которой ему не нравится, да, уйти от женщины, с которой ему настолько дискомфортно, что вот как здесь, да, вот хоть беги и уже изыскивай для себя возможности, варианты, чтобы как-то дать сигнал другой женщине, что я-то тебя люблю, да, у меня там к тебе чувства. Но здесь вот западня, вот, а там женщина как страж такой. А может быть, да, здесь манипуляции задействованы с той другой женщиной, потому что луна – это тоже карта истеричности, это карта некрасивых манипуляций. Если ты уйдешь, я там с собой что-то сделаю, да, я то ли повешусь, то ли застрелюсь, как в песне. Может быть, но он для себя понимает, что этот период закончится, либо она успокоится, либо что-то поменяется. А он четко для себя, видите, вырваться и все, уже вот быть свободным. Но, кстати, здесь момент по рыцарю Пентакли, она-то все равно будет выставлять какие-то свои условия, эта женщина. И женщина, скорее всего, выставит условия, ты-то мне оставь, там, я не знаю, половину, либо все, ты, там, допустим, содержи меня, там, или еще что-то, там, ты, вот, какие-то здесь условия будут. И мужчине эти условия, безусловно, надо будет выполнить. Возможно, сейчас эти условия уже действуют, что ты можешь уйти, но, например, оставь мне, там, я не знаю, 10 миллионов. И мужчина собирает эти деньги для того, чтобы дать ей то, что она хочет. Или здесь мужчина, что я сейчас расплачусь, там, с кредитами, с ипотекой, и все, да, я уже буду в свободе. Какие-то обстоятельства здесь и границы, такие вот рамки, тиски, возможно, даже, они есть. Вот здесь вот пока вот время, которое мужчине нужно для того, чтобы вот подготовиться самому, подготовить ту женщину к тому, что, ну, все, между нами уже быть ничего не может. Колесница здесь. У данного мужчины, знаете, как будильник, или как таймер такой вот, с сигнальным таким вот звоночком заведен на определенный период. Вот как вот колокола прозвонят, все, можно тогда брать, вот, просто мчаться, и все, и уже, наконец-то, в ту дорогу, да, в ту степь, в которую я хочу. Сейчас нет возможности. Но есть ситуация, которая не предполагает к тому, чтобы остаться здесь навсегда. Здесь ситуация, что да, сейчас плохо, да, прям сейчас я вырваться не могу, но уже свой план, свою стратегию по поводу того, как он будет выбираться. Но вот восьмерка мечей, королева мечей, кроме как западни, которая создана другим человеком, я никак не могу данное сочетание трактовать. Это один человек поставил другого в зависимость перед собой, в ментальную, в эмоциональную, посредством манипуляций, страхов, давления, все это в совокупности, либо вот в какой-то частности, все оно здесь имеет место быть. И поэтому для того, чтобы как-то из этой зависимости выйти, вот здесь действительно нужны постепенные действия, которые потом позволят окончательно вырваться. Все, мои хорошие, это все, что касается планов намерения. Здесь, конечно, планы грандиозные. И здесь, да, здесь быстро у мужчины не получится. Но здесь, похоже, знаете, все, я уже все решила, мне все надоело. Я уже знаю, как я буду действовать, вот, но для всего мне нужно время, да, на подготовку. Хорошо. Вы, конечно, скажете, да мне он уже даром не нужен. Тоже бывает, уже смотрю для интереса, чтобы саму себя узнать, чтобы увидеть свои ошибки в отношении. На девочке такое тоже может быть, что вы смотрите ради интереса. И слава богу, что так, да, что вас уже здесь не трогает ничего, уже нигде не больно, уже ничего там не колет, не жмет. Но есть такие девочки, которые действительно еще переживают состояние такой какой-то вот агонии, когда не понимаешь, когда хочется найти ответы на все свои вопросы. Те девочки, которые из второй категории, потерпите, не спешите всему свое время, и вы обязательно тоже найдете ответы на свои вопросы. Вы успокоитесь, потому что каналу уже почти три года, и очень много благодарных комментариев я получаю за то, что там кто-то год со мной, кто-то полгода, кто-то два года, кто-то со мной три года, которые уже просто как к другу, да, как к подруге заходят на канал и смотрят для себя, да, любопытно. Но уже те ситуации, благодаря раскладам, уже пережиты. Всех простили, всех подпустили и наслаждаются своей собственной жизнью. Поэтому не переживайте, все будет хорошо, и все в любом случае успокоитесь. Беспокойтесь от того, что не все понятно, да, не все ситуации вам сейчас здесь ясны. Давайте смотреть. Я надеюсь, пока я здесь болтала, делала небольшое отступление, вы смогли загадать срок, на который вы хотите посмотреть конкретные действия данного человека. Я надеюсь, что сигнификация срезонировала полностью в совокупности вот всех трех раскладов. Это очень важный момент. И если да, посмотрим его конкретные действия в тот срок, который вы загадали. Он проявится, он появится, он о себе заявит. Да? Как ясно солнышко сейчас. О чем здесь? Вы знаете, вот хотите вы или не хотите, но информацию, как минимум информацию о нем вы получите. Даже если вы не общаетесь миллион лет. Даже если вы уже о нем не видеть, не слышать не хотите. И просто смотрите расклад для своего собственного самопознания, самопонимания. Либо для того, чтобы узнавать психологию других людей, мужчин. Вы об этом мужчине каким-то неведанным образом как минимум получите информацию. Для других здесь мужчина проявится лично. Может быть, вы загадали здесь и Новый год, да? Что поздравление с Новым годом, там, открытка, там, или еще что-то, да? Или рассылка какая-то, сообщение там в соцсетях, вот такое какое-то баннерное, да? Почему-то здесь мне так рисуется. Но о своем мужчине здесь вы в любом случае узнаете. И вы, если вы вернетесь к этому раскладу, вы поймете, да, что вы действительно не ошиблись со своей позицией. И вот самым невероятным, да, образом. Для некоторых здесь таким образом, которого вы не хотели бы, да? Вот некрасиво он появился. Как-то коряво. Ну, коряво здесь, может быть, мужчина действительно уже не знает как, да? И просто не подумал, что именно таким образом не стоит к вам проявляться. Но здесь, да. Здесь хочется сказать, что мужчина не проявиться, не появиться, либо не дать какую-то информацию о себе не сможет, потому что это будет пинок чего-то более высшего, чем сам человек. Это высшие силы, это его личный, я не знаю, ангел-хранитель, это его кармический урок, это что-то такое, что ему просто подтолкнет. Если же этот мужчина, опять же, для небольшой категории девочек не проявится лично, то с помощью высших сил, опять же, да, с помощью проведения вы все равно получите о нем информацию. Информация может быть любого рода, да, там, развелся, там, женился, там, не знаю, да, я не знаю, там, на пенсию пошел, с работы поводился, там, переехал, приехал. Вот любого рода информация, опять же, здесь видите, хотите вы того или нет. Хорошо, для тех девочек, у которых мужчина проявится лично, с какими он эмоциями проявится. Скупые девочки здесь эмоции будут. Ну, вы поймете, что он скучал, соскучился, ему было плохо. Момент, что вы не общались, момент, что вы не разговаривали, его огорчал. То, что произошло между вами, его расстраивало. И состояние, что, ну, не могу я отпустить тебя, да, ну, или не могу я без тебя, или, ну, не мог я не написать, там, или не позвонить, не приехать, не отправить эту дурацкую картинку, как это часто бывает, да, ну, к чему это? Ну, хочешь написать привет, ну, напиши ты, привет, как дела, да, ну, зачем слать, там, приколы какие-то? Или вообще, да, вот, смотришь, думаешь, к чему это вообще, зачем это, что в голове у человека? Ну, у человека будет такое, знаете, невыносимое состояние, что он уже считал дни, минуты до какого-то часа икс, до какого-то дня икс, потому что, я говорю здесь, таймер вот у данного человека действительно заведен, таймер на вот женщину свою, с которой там у него, не знаю, не все хорошо, да, общей фразой. Вот, и тот момент, когда уже действительно вмешается что-то высшего порядка, просто пендали ему под зад дадут, что давай, давай уже. Ждать, конечно, что мужчина после проявления начнет активность какую-то, нет. Здесь может быть так, что он проявился и снова исчез в тишину. Ну, но понять можно, потому что здесь эта ситуация еще не решена, да, и если он начнет активно вас завоевывать или активно, да, наращивать отношения с вами, вы можете гораздо быстрее, чем сам он будет готов, чем сам примет решение, его начать подталкивать, да, или его снова ставить перед ультиматумом, я или она, выбери, или все, оставайся там. Поэтому мужчина и не может, не сможет себе позволить прям активность. Прекрасно понимаю, что активность его будет использована против него же. Ну, ему сложно будет, даже на вот это вот действие в отношении вас, ему будет сложно. И почему будет дурацкое проявление? Потому что от того, что не будет знать, как лучше, вот пойдет каким-то самым таким вот легким, ну, самым каким-то таким, карта дурака, да, дурным каким-то образом, или под дурачка зайдем. Все, девочки, я надеюсь, что здесь расклад был понятен, я надеюсь, что в целом все три расклада были для вас полезны, что вы получили ответы на многие свои вопросы, и читая комментарии, в особенности к первой позиции, к первому, к первой части, многое мне тоже стало ясным, потому что что там с мужчиной, что там за проблема во второй позиции была, мне такое, там порой понаписали, и думаю, да, действительно, такая проблема, это проблемища, она будет занимать все мысли мужчины, и, конечно же, быстро такая ситуация не решится. И спасибо большое, девочки, что вы нашли время и возможность мне написать. В целом, я думаю, что такие расклады будут действительно, как сказать, хорошей практикой, да, регулярной практикой, да, такие расклады именно серийные я делаю нечасто, но я повторяю, потому что для всего нужно время, чтобы расклад проигрался. Мы можем сиюминутным посмотреть мысли его на сегодня, чувства его на сегодня, намерения на сегодня, да, но вот именно, чтобы взять какой-то срез временной и посмотреть итог, такое, конечно, часто повторять, но смысла нет. Даже если вам нравится, девочки, простите, пожалуйста, я думаю, вы с вами все понимаете. Все, мои хорошие, была рада быть полезной, желаю вам всего самого наилучшего, пусть все в вашей жизни будет хорошо, любите, будьте любимыми, и живите, конечно же, по принципу, да, вчера мечта, сегодня цель, завтра реальность. Я буду собирать карты, я отключусь, чтобы собрать карты, чтобы не трать время, потому что расклад сегодняшний, конечно, будет длинный. Продолжаем расклад. Вторая позиция. Это для тех, кто выбрал такое кольцо. Хотя, как я уже говорила в самом начале, вы уже к этому раскладу уже точно знаете, в какой вы позиции. В первой, второй, либо вы смотрите сразу две. Сигнификации здесь не будет, здесь я смотрю, что вы должны знать, либо об этом мужчине, либо о ваших отношениях. Возможно, что-то вы должны знать о себе для того, чтобы, во-первых, продолжить смотреть расклад, во-вторых, возможно, данная информация поможет окончательно принять вам то или иное решение. Поэтому, девочки, смотрим, что вы должны знать. Ну, понятно. Здесь, смотрите, здесь отработка кармы. Опять же, да, понимая, что вторая позиция у нас в целом была сложная для мужчины, что здесь ваше вмешательство, оно будет неправильным, и ваша помощь здесь будет неправильным. Почему? Потому что, когда человек отрабатывает свою собственную карму, он отрабатывает свою собственную карму. Если кто-то другой вмешивается, помогает, то он принимает на себя часть этой кармы. По голове за это никогда не гладит. И почему я в своих раскладах часто говорю о том, что я, как человек посторонний абсолютно для вас, я не имею права давать четких, конкретных советов, как вам поступить в вашей ситуации. Потому что, чтобы правильно пройти ту или иную задачу, тот или иной кармический урок, особенно если где-то раньше накосячили, то это личная проработка каждого человека. Если я сделаю то, что посмотрю, что вам делать и по какому пути идти, то, во-первых, вы до конца не проработаете, а, во-вторых, я для себя, да, тоже возьму часть ваших уроков. И, с другой стороны, зачем, да, зачем мне это нужно и зачем вам это нужно, когда вы можете все самостоятельно пройти. Так и у этого девочки-мужчины здесь сейчас, да, ему плохо, да, здесь момент, когда ему просто хочется в один день уснуть и проснуться тогда, когда уже все закончится. Но поймите, пожалуйста, то, что происходит в его жизни сейчас, это совсем неспроста. И то, что он должен сейчас пройти, это именно его личные шаги. И какие он сделает выводы, какие он примет для себя решения, это только его задача, да, его головная боль будет. Не лезьте, девочки, туда. Вот это я точно могу вам посоветовать, потому что себе можете в свою жизнь притянуть чужое. Пусть даже это вам родной, близкий человек, но раз он сейчас где-то вдалеке, в стороне от вас за что-то расплачивается, и даже если он просит вашей помощи, можно дать какой-то сторонний совет, можно вообще, да, проигнорировать, но прям вот с головой нестись, роняя тапки, помогать человеку, от этого я вас, пожалуйста, предостерегу. Карма, она у каждого своя, и отрабатывать мы должны каждый самостоятельно. Об этом вы должны помнить. Что еще вы должны знать? Это не единственная проблема, не единственная ситуация, которая у этого человека случилась. Возможно, случится еще что-то неприятное, да, для него какие-то потери, потерял телефон, там, кошелек, карточку, кража, какие-то еще неприятности. Крысы – это всегда что-то такое по мелочи, но в целом, да, если все это собрать в одну глобальную картину, то картина получается не совсем хорошая. Для кого-то здесь проиграется, что помимо того, что вы уже знаете, вы еще знаете, что, ну, либо какие-то подробности, да, вот которые, масштаб бедствия у данного человека вы поймете, либо еще, да, что предшествовало, то есть какие-то дополнительные подробности, вы можете узнать. Так что смотрите, ну, пожалуйста, девочки, не лезьте. Да, видите, мужчине потребуется очень много времени для того, чтобы всю эту ситуацию пройти. Ну, видимо, накосячил, да, в этой жизни совершил очень много таких каких-то ошибок, либо кого-то очень незаслуженно обидел. Это нам кажется, что бумеранги редко кого настигают. Бумеранги настигают. Конечно, если мы в них верим, в особенности, да, то нам прилетит даже за то, за что не прилетело бы, если бы мы на себе эту ситуацию не натягивали. Бумеранги прилетают в основном к тем, кто в них верит, искренне верит, боится, что случится, поверьте, это случится. Второй случай бумеранги к нам прилетает, если мы действительно где-то несправедливо обидели человека, серьезно обидели, либо сделали ему плохо, да, очень серьезно, когда человека этого вообще не заслужил. Тогда да. В остальных случаях не стоит рассчитывать на то, что бумеранги всех и абсолютно всех настигают. Нет, абсолютно не всех бывают такие ситуации, что вам кажется, что вас обидели незаслуженно, и человек должен расплатиться. А на самом деле, если так разобраться, то в этом виноваты оба, да, и каждый в собственной мере получит. Вот, ну, бумерангом это называть нельзя. Бумеранг – это что-то такое уже серьезное, когда глобально была совершена какая-то ошибка. Когда жизненный сценарий человек просто взял и перекопал на свое собственное усмотрение. Фу, какие карты. У человека здесь в прохождении проблем может появиться зависимость. Это может быть алкогольная зависимость. Это может быть приобретенное что-то, я не знаю, нервный тик там, или, знаете, какая-то дурная привычка там. Чересчур нервная жестикуляция. Увидев человека после того, что он пережил, вы поймете, что этот человек очень сильно поменялся. Может быть не внешне, хотя и внешне в том числе здесь отражается то внутреннее, что мы переживаем, всегда отражается и на внешности. Но внутренне этот человек серьезно изменится. Это, пожалуй, самый жесткий вариант трансформации, которая настигает человека, который игнорирует предупреждения, который не проходит мини-трансформации, который не делает минимальнейшие, да, элементарнейшие выборы. Вот опять же, пожалуйста, воздержитесь от того, чтобы лезть вот в этот котлован под названием «Огромный кармический урок», «Огромный бумеранг». Вот, пожалуйста, не надо. Здесь бочку вазелина данному мужчине подавать не стоит. Здесь он полностью должен сам все разобрать и сам должен принять правильные решения. Хорошо. А что по ситуации между вами и этим мужчиной? Вы очень важного для себя должны знать. Частично из того, что мужчина потеряет, приобретет вы. Приобретете вы. Я не знаю, да, но действительно человек мог вам задолжать большую сумму, подставить вас в какой-то ситуации, и пусть не он вам вернет, но вы играете в лотерею, на дороге найдете повышение в зарплате, новое открытие дорог финансовых и так далее, так далее, так далее. Но вы, опять же, для себя должны знать, это вам как некое вознаграждение. Вы получите свои собственные дивиденды, но здесь в финансовом плане от этого мужчины. Понимая, конечно, все вот это, что это вам прилетело как, ну, сдача, скажем так, да, как в магазине, да, вы отдали определенную сумму, а купили она меньше, вам полагается сдача. Вот в этом смысле, а не как в драке, да, ты меня толкнул, нам получи сдачу. Нет, что вы получите, да, вот какую-то компенсацию даже, может быть, сдача не совсем правильная, какую-то компенсацию, может быть, вам, конечно, будет неприятно осознавать, но всегда в сложных ситуациях жизнь все равно расставляет все по местам, и каждый получает ровно по своим заслугам. Здесь мужчина получил по своим заслугам, и пусть разгребает. С вашей же стороны, вот от его неприятностей, вот будет вам какой-то здесь плюс, да, будет какой-то бонус. Я не исключаю этого момента, что, может быть, и мужчина вам все-таки в итоге долг вернет, да, или подарок вам какой-то сделать, может быть. Но все-таки здесь, видите, карта гроба – это тоже некая такая кармическая карта в системе Ленорман, карта от работы, карта трансформации, которая говорит о том, что у вас будет что-то новое, хорошее в вашей жизни в финансовом плане. Как минимум, да, какой-то шанс, который вы можете реализовать, что-то приятное. Пусть с оттенком того, что это вам привет от вашего мужчины, от вашего мужчины. Если вы сейчас находитесь в тяжелом эмоциональном состоянии, в тяжелом финансовом состоянии, в целом, да, вот состояние или положение непростое, здесь дайте только срок, подождите, эта ситуация у вас закончится, вы увидите, что вам станет лучше. Особенно, если это какое-то психосоматическое состояние, потому что, когда мы переживаем какой-то стресс, сильный эмоциональный стресс, мы можем, допустим, там защемило, там скрутило, там ногу подволакиваем и так далее, и так далее, и так далее. Я тоже живой человек и тоже знаю, как психосоматика может проявляться в физическом теле, да, какие-то ухудшения здесь тоже, со временем вы увидите здесь улучшение, полегчает. Что вы еще должны знать об этом человеке? Ну, я не знаю, как здесь сказать правильно. Этот мужчина хотел бы с вами физической близости, хотел бы, но он эти мысли от себя гонит. Я не знаю, да, может быть, в моменты того, когда ему плохо, вспоминает, как ему с вами хорошо, вот и просто, знаете, вот оторвался бы, просто расслабился бы. Не знаю, к чему вот эту информацию карты показывают, но, может быть, вам это нужно знать, потому что, ну, не может быть, скорее всего, потому что мы же смотрим, что вы здесь, что вам здесь обязательно нужно знать в отношении данного мужчины. И еще я дотяну пару карт. Наказание. Ну, все, здесь, вот, дотянуло пару карт, да, наказание и бумеранг. Все, вы получите бонусы, потому что вы в этой ситуации были все же пострадавшей стороной. А мужчина получает все то, что мы называем без вазелина, да. Не смотрю принудительно ситуации с бумерангами, что получит обидчик, будет ли наказан человек, который сделал мне больно. Не смотрю принципиально, но если карты показывают, то карты, собственно, показывают. Вот и все. Все два расклада намекали на то, что бумеранг прилетел к товарищу во второй части. Так там, пусть без карт бумеранга, но карты уже четко показали. А здесь вообще поставили точку, что на этом точка. Если вы для себя хотели, чтобы человек прочувствовал какую-то ситуацию, и когда ему было так же плохо, как вам, то, поверьте, он это в полной мере ощутил, если не больше. Потому что вы могли больше в эмоциональном состоянии пострадать, да, ну и психосоматику себе заработать. А здесь человек в физическом каком-то, в бытовом плане здесь пострадал. И ко всему этому и неприятный эмоциональный фон здесь мужчина тоже заработал. Причем на долгое время. Вспоминая вот эту ситуацию, что у него происходит, он будет, ну, не знаю, пекаться ему будет. Все, смотрим. Не знаю, насколько актуально, конечно, здесь смотреть его намерения и планы в отношении вас. Но, девочки, открыто окном могут быть посторонние звуки, поэтому я извиняюсь. Ну, раз заявлено его планы, намерения, действия, то, конечно, смотрим. Давайте. Что мужчина планирует в отношении вас? Какие у него намерения? Таро Светлого порвиться. Не сейчас. Попозже. Ну, как-то либо сделать так, либо самому намекнуть, сказать, дать вам информационный повод, чтобы вы знали, что ему было плохо, что ему было больно, что у него было такое в этой жизни, что мама дорогая, конечно, может быть, с целью, чтобы пожалели его, может быть, чтобы с целью вы перестали злиться на него, да, вот опять же, ты бедный, несчастный, но я сейчас тебя еще и ругать буду, ты и так тут пережил, да, а я еще добавлю, да, вот такое вот какое-то психологическое давление, манипуляция чувством жалости. Но здесь со временем, здесь мужчина хочет, чтобы вы узнали о том, что был период в его жизни, которому абсолютно не позавидуешь. Что еще? Какие намерения? Нет, девочки, здесь, понимаете, здесь, опять же, здесь больше намерения все-таки и планы пока разруливать свою неприятную ситуацию. В окружении тех людей, которые ему действительно могут помочь, это семья, это друзья, это родные и близкие, это те люди, которые поймут и которые не упрекнут, упрекнут, которые скажут, ну и хрен с тобой, да, накосячил, накосячил, ну ты мне близкий человек, поэтому давай, да, будем вместе разгребать, а там посмотрим, да, по шее я тебе надаю, вот, либо скажу, ладно, проехали, забыли. Здесь пока, да, вот каких-то четких, конкретных планов появиться, написать там, попросить прощения. У мужчины, если честно, в отношении вас нет. Да, есть мысль о том, чтобы поставить вас в известность тех проблем, которые у него есть, причем это может быть не личная, да, такая вот, нет, инициатива-то личная, не личное действие. Это может быть друзья знакомые, чтобы вам, общие друзья знакомые, да, чтобы вам рассказали. Это может быть какое-то сообщение или статус там грустный, пригрустный, трагичный, притрагичный. Это может быть серия каких-то грустных песен на его странице или серия там грустнейших статусов на его какой-то личной странице. Девочки, здесь все, что угодно, да, но вот почему-то ему важно, чтобы вы знали о его проблемах. Но, кстати, давайте тогда и зададим вопрос, а почему ему важно, чтобы вы об этом узнали? Ну, жалость здесь, видите, под... Чтобы вам стало его как минимум жалко, да, вызвать таким вот ложным путем, таким вот неискренним пойти путем, чтобы вас немножечко растопить. Жалость, конечно, не любовь, но здесь мужчина рассчитывает, что какие-то эмоции неприятного характера, да, негативного характера, которые вы к нему испытывали, они как-то отойдут на задний план. Что такое там наша последняя ссора, да, наш какой-то конфликт, даже если это было с очень обидными словами, по сравнению с тем, что я пережил, да, я такое в своей жизни тут прошел, вот, что наши какие-то недопонимания, это вообще вот просто пшик. Да, вот, опять же, видите, чтобы какие-то конфликты, недопонимания, вот, просто они рассыпались. Пятерка жезлов и башня, да, вот, разборки, ругачки, выяснение отношений, чтобы это исчезло, чтобы, я говорю, все то, что между вами было негативного, чтобы он просто померкло на фоне того, что было пережито этим человеком, и чтобы между вами сохранялся просто нейтральный фон в отношениях, да. Ну, нейтральный фон здесь для того, чтобы, например, можно было, не думая о том, надо, не надо, не выискивая какие-то пути, а иметь возможность написать какое-то сообщение, да, там, поздороваться, там, поздравить с днем рождения, там, с праздником. Хочет нейтральности хотя бы здесь, да, без войны, вот, но чтобы здесь мог сделать шаг в вашу сторону, да, вот, и чтобы вы этот шаг мечом ему не захотели пресечь. Хорошо. Я сейчас тогда еще спрошу здесь, из подсознания мужчины, вот, подсознательно-то все равно есть какие-то намерения, да, планы, есть ли они. Сейчас посмотрим подсознательно. Нету. Я говорю, здесь все, сознание и подсознание заняты своей ситуацией. Видите, десятка мечей и карта повешенной. Сейчас не время для того, чтобы мужчина думал о том, что с вами дальше делать, да, сейчас не та ситуация, чтобы планировать вот эту свою реальность в жизни. Нет, пока, девочки, не обижайтесь. Я здесь не вижу, да, вот, четких намерений, планов в вашу сторону. Там есть чем ему заняться, и поэтому пока нет. Ну, хорошо, в любом случае мы смотрим. Срок вы загадывайте, пожалуйста, здесь самостоятельно, в течение которого, как вы хотели бы, чтобы мужчина проявился с какими-то действиями. Будет проявление, будут ли его какие-то конкретные действия в тот срок, в который вы загадали, или нет. Таро, Арканум я беру. Так, действия, действия. Скажи, пожалуйста, наш мужчина, который расплачивается здесь за какой-то серьезный проступок или проступки по отношению к этой женщине, будешь ты действовать в тот срок, в который она загадала, или нет. Если будешь, то как? Если нет, то почему? Девушки, а будет таки? Как? Какого? Ну, девочки, вот это то, что вы получите. Здесь больше, знаете, дистанционно, непонятно. Здесь, кстати, кому-то во сне этот мужчина придет. Если во сне, то сон будет, после которого у вас останется неприятный осадок. Сон может быть абсолютно нейтральный, но вы проснетесь, и душа будет не на месте. Не знаю почему. Да, здесь мужчина проявится. Подождите. Те сроки, которые вы загадали, они немножечко сдвинутся в сторону удлинения. Но вы получите. Хорошо. Для тех, у кого не во сне. Это малая доля, но оно отыграется. Для тех, у кого не во сне. И девочки, я надеюсь, что ситуацию, вот ту, которую мы сейчас смотрим, конкретные действия, вы смотрите только после того, как вы посмотрели первую, вторую часть. Когда у вас сигнификация полностью срезонировала, тогда это будет актуально для вас. Пожалуйста, это важно. для тех, у кого он свяжется посредством сообщения, звонка. Как это будет? Девочки, мужчина здесь вынуждена выйдет с вами на контакт. В недобром, скажем так, расположении духа, либо здесь состоянии алкогольного опьянения. Но такого, что какого-то вразумительного ответа и зачем появился, с чем появился, вы от него здесь не поймёте. Одно, что вы поймёте, что ему очень хреново. Я даже не скажу плохо, потому что плохо, это не то слово. Это слово на букву Х, да, хреново. Для кого-то, я думаю, вы понимаете, да, здесь, о чём речь. Потому что здесь, ну, капец. Вы поймёте, что тяжело, плохо, не хреново. Ещё, да, фантазия по поводу русского могучего и богатого, я думаю, у всех сыграет в правильную сторону. И вы поймёте, что он очень мечтает о том, чтобы в его жизни наконец-то наступила светлая полоса, чтобы он мог спокойно лечь спать без печальных мыслей, без переживаний, без какого-то внутреннего содрогания. И наутро открыть глаза и понимать, что его эта ситуация больше не тревожит. Проявиться, девочки, он проявится, да. он проявится. Он проявится, какой-то намёк вы получите. Но, девочки, здесь опять исчезнет. Исчезнет, помолчит, подумает. Потом снова, девочки, проявится. Здесь мужчина, который будет, да, такими вот медленными поступателями, какими-то движениями двигаться в сторону того, чтобы между вами действительно была благоприятная обстановка. А зачем она ему нужна? Ну, сердце-то болит и плачет. Здесь мужчина хочет, чтобы вы помогли ему вылечить его израненное сердце, израненную душу, израненные нервы. Здесь всё, что хотите. Вы, похоже, тот человек, который может лечить буквально словом. С вами поговоришь на душу спокойно. С вами посоветуешься, и вроде бы не так и ситуация тяжёлая. И вроде бы уже знаешь, как действовать в этой ситуации, да. Мужчина хочет вас оставить для себя как человека, которому он в любой момент может написать, позвонить, пусть это не часто, но чтобы можно было вот на спокойной волне. Он хочет между вами ровных, спокойных отношений. Для каких целей, девочки, здесь пока не ясно, что если в первом раскладе мы видели там всё-таки ситуацию выбора, и мужчина готов выбрать, там, да, там нужно время. Здесь пока об этом не идёт речи, но, как я понимаю, почему, потому что в полной мере, в полной силе кармический урок. И в любых раскладах, что в личных, что в общих раскладах, я не могу посмотреть, чем закончится ситуация и какие будут перспективы до тех пор, пока кармический урок не пройден, либо как минимум человек не принял решение, что он будет действовать в этой ситуации. Потому что судьба, она всегда в наших руках, и то, что произойдёт завтра, решает то, что мы сделаем сегодня. И в плане кармического урока это именно так и работает. Какое он решение примет? Как он из этой ситуации выберется? Вот это сейчас важно, да? Это тот узел, который ему нужно развязать, чтобы потом посмотреть ту перспективу, которая будет в дальнейшей его жизни. Девочки, вот такой получился здесь расклад, такая трилогия. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вы получили ответы на многие свои вопросы. И читая комментарии к тем видео, которые уже вышли, я действительно понимаю, что вот многие, как это бывает, сложили свой полный пазл для того, чтобы уже чётко принять решение в пользу данного человека. Я желаю, чтобы те, кто ещё не составил свой полный пазл, чтобы вы в ближайшее время это сделали, чтобы вы чётко для себя понимали, что, как, зачем, для чего, что вы будете делать, нужен вам, не нужен. И когда мы понимаем, что в нашей жизни уже будет дальше, на что мы готовы, что мы будем делать, жить становится легче. Я же в любом случае желаю вам всего самого-самого наилучшего. Пусть будет здоровье, пусть будет удача, будьте любимы и любите сами. И всегда живите по принципу, это уже моя традиция, вчера мечта, сегодня цель, а завтра реальность. А сейчас я смотрю на свой стол, у меня здесь стоит уже половина чашки кофе, и, девочки, тут написано всегда сочиняй мечты. Я думаю, это правильно, потому что мечты мы сочиняем, потом мы ставим их, переводим в разряд целей, и потом, когда мы действуем, мы получаем ту реальность. Нет, ничего невозможного, поверьте, пожалуйста. Пусть всё у вас будет хорошо. До встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok